здравствуйте друзья здравствуйте все пренепременно не уснули покажу вам теперь при свете дня в общем свои саженцы которые получила из элит я ими довольна я замочила их вместе с препаратом ротор для того чтобы они напитались и стартанули корешочки но у нас передали 3 градуса мороза на несколько дней поэтому я не знаю не знаю но я высадила пока мороза нет я высадила и все-таки такой мороз не помеха все вы видите они разного диаметра будем посмотреть будем посмотреть что с ними будет дальше я выкопала вот такие небольшие вот луночки еще я пересадила несколько роз плетистых вот лунки вы видите в каждую луночку я добавила всего лишь ну примерно с горсть зал и больше ничего не добавляла честно говоря не хотелось ехать в магазин а в запасе у меня не было ни амафоски или азофоски или двойной суперфосфат не знаю я в принципе никогда его и не использовала я просто так сажала и все весной да если я весной высаживала я что-нибудь добавляла а сейчас просто не захотелось и все высадила рамблеры как говорила вот они не знаю почему они вроде простые такие сорта но я как-то большое внимание уделяю все таки вот этому местечку это будет у меня туннель из роз как я говорила слева рамблеры на английской решетки а справа вот на такой вот опоре под розы это плетистые розочки я уже как-то в роликах говорила что это за сорта по идее это все должно заплести с двух сторон это их флорентина красненькая первая это желтенькая это мишка вот его то я как раз со стороны арки которая на другой клумбе и пересадила вот сюда он держится молодцом молодцом туда же вот видите по центру череночек не череночек саженец который блю фаю это у меня третий по счету там же растет и как ее называют блю эден но я брала ее как рапсодиен блю не знаю она не она какой из них какой выдавала мне просто чудесные цветы разного оттенка но будем уже в июне определять что это за сорт все таки потому что очень большие расхождения во мнениях все вы мне здорово помогали с определением сортов в общем то возле штамба я еще посадила розу друзья я не думаю что сейчас стоит даже называть какой сорт куда я посадила именно потому что ну для меня их много и еще придут саженцы поэтому интереснее и уже наверняка будем посмотреть в июне когда наступит первая волна цветение 2022 года ура товарищи здесь вот меня с краю бордюра посаженные более низкие сорта роз там же и японочки вот видите арочку я свою освободила здесь у меня была полька и полька вместо мишки в общем две польки я пересадила под опору и вот так вот у меня вдоль моей второй опоры посажены уже плетистые розы а на первом плане посажены уже флорибундочки где-то чайно гибридные в общем друзья потеряла список и не сориентировалась ни по цвету только по размеру вот поэтому посадила как помнила что помнила вот таким вот нехитрым образом то там то сям в общем то места в принципе хватило но конечно да они густовато посажены вот две полечки они вместе посажены я уже позже буду присматриваться какие побеги удалить это будет весной следующий вот кое-как я подвязала это молодцом держится это попозже чуть привяла потому что я не смогла откопать корень уж очень хорошо он землю ушел а там не подступиться с лопатой где она росла поэтому как получилось так получилось но что она выживет это точно здесь у меня без саженка без саженца лунка приготовленная под индигалету и еще под одну розочку вот вы видите по центру а это у меня две лунки на готове антик антик растет вызревает благополучно в общем все розочки практически здоровы кое-где кое-где лишь внизу какая-то черная пятнистость но она настолько меня сейчас честно говоря не трогает хотя обработку я проведу попозже когда у нас морозы пройдут отпустят вот тогда я еще раз обработаю и то ли медь содержащим или другим препаратом уже по листу вот у меня и здесь видите вот эта розочка пиано пинг пиано было с красными базальными побегами я их удалю потому что они точно не успеют кое-что обрежу не успеют вызреть уже холода и они привязшие вот так вот два и три дня уже стоят вот я более такие молодые побеги я обрезала на остальных розах я ничего не трогала есть у меня как вы видите и красные побеги встречаются молоденькие и даже они с бутонами так что вот пожалуйста это красная незнакомка но она такая по моему наблюдению стойкая была вот единственное могу назвать что мерхенсаубер я посадила вот здесь рядышком я знаю что кустик широкий он невысокий обильно цветущий очень красивые нежные пастельных тонов оттенков цветы мне захотелось здесь чтоб он рос потому что на заднем плане будет плетистый пьер де ранцар вот так что друзья друзья работы идут потихоньку управляемся холодает конечно не комфортно сейчас выходить на улицу я так вообще постоянно замерзаю мне и летом не особо то так скажем жарко ну терпимо а вот это розочки я просто давно собиралась остановиться у этой клумбы присмотреться и подумывала о черенках я приобрела все таки себе препарат герман это регулятор роста растений для стимуляции укоренения корнеобразователь герман я читала о нем отзывы и даже в комментариях некоторые наши друзья говорили что это хороший препарат а поэтому я с удовольствием его испробую вот здесь 100 граммовая баночка как я читала отзывы что 90 8 процентов черенков укореняется достаточно слегка слегка припудрить и корешочки появляются уже на 7 14 день после применения после обработки а я хочу почеренковать еще попробовать думаю зиму я тоже сделаю но скорее всего я уже во влажный торф в горшке ну в один горшок широкий посажу череночки и значит этот препарат он способствует эффективному формированию корней из клеток стебля при черенковании это я вам сейчас зачитываю специально для вас сделала распечатку чтобы ничего не упустить потому что я думаю что это препарат не такой уж и древний кто-то о нем может быть не слышал может кто-то занимается черенкованием пытается тоже развести себе побольше каких-то сортов роз которые плохо идут на черенкование возможно этот препарат кому-то и поможет так вот применение срезанные слегка влажные черенки погружают срезом на 1-2 сантиметра вопудривающий состав избыток препарата стряхивают и высаживают черенки в тепличку в увлажненный субстракт без избытка воды при пикировке рассады пересадки полив под корень и вот полив под корень представьте два с половиной грамма на 10 литров воды растворять в теплой воде и доводить до 10 литров и проливают рассаду под корень череночки увлажняют можно также обработку делать и по листу также 5 грамм на одну сотку растворять в теплой воде через капельное орошение вот у кого есть капельный полив можно тоже добавлять если вы по рассаде или по черенкам или по молодым посаженным розочкам также можно добавлять капельный полив для развития корневой системы срок годности не ограничен а как у меня посадка проходила друзья мои холодно ветер был ужасный просто ужасная переносила плетистые розы не обрезала на них побеги нарощенные посоветовалась с компетентным блогером вот татьяна сибгатулиной и еще у меня были комментарии тоже спасибо вам друзья что советуете я прислушиваюсь очень вам благодарна потому что как бы с некоторыми моментами я еще не встречалась и на всякий случай я думаю я узнаю спрошу всем огромное спасибо благодарю вас за то что приходите на мой канал смотрите ролики оставляете свои комментарии очень очень вам благодарна и всегда рада ответить вам но в последнем своем видео по распаковке по ссылке у меня просто не было времени каждому из вас ответить но я очень рада что такие теплые были отзывы очень это приятно а сейчас до новых встреч друзья увидимся конечно здоровья вам